3,5 метра глубина, ровненькая везде, чистая вода, быстрая вода, легкая вода, как говорят гребцы, пловцы и ижи с ними. Ну а сейчас приходит черед волноваться нам, друзья. Мы, конечно, поздравим всех немок, но давайте переключимся на то, что произойдет сейчас. Сейчас выгоднейшая вода у Ковалева Костоглода. Финал А. Мужчины. С2, 1000 метров. С2, С2. Точнее, потому что официальный язык английской федерации. Это большой финал. Это борьба за медали на 1000 метровые дистанции. А 1000 в последнее время для нас удачная дистанция за исключением Олимпийских игр. Что поделаешь, тогда не сложилось у Ковалева и Костоглода, как и, в общем-то, у всей остальной нашей сборной. Остались они четвертыми. Ростовчане. Великолепная, скатанная, как говорят, двойка, чувствующая себя очень хорошо. Вот вы видите, Михаил Слевинский стоит со своим напарником из Польши. Тоже, опять-таки, новая родина. Михаил Слевинский и Варсен Каберский пойдут по третьей воде. По четвертой Ибрагим Рохас и Леобальда Перейра. Очень сильная кубинская двойка вчера прекрасно выступала в полуфинальных заездах. Собственно говоря, даже и не в полуфинальных заездах, а в предварительных. Она выступила здорово и сразу же обеспечила себе путевки в финал. Вы знаете, какая была схема проведения заездов. Из предвариловки напрямую выходили первые лодки все. В числе них, что для нас вполне естественно, попали Ковалев и Костоглод. А затем были отборочные заезды. Вот как раз поляки выиграли первый полуфинал. Три лодки выходили из каждого из полуфиналов. Вот полюбуйтесь на наших ребят. Настроены они серьезно, подготовлены очень и очень здорово. На этой дистанции в Милане месяц назад они стали третьими, уступив Беа и Мескато испанцам. Медицеприкоп и Флорин Папеску, очень опасная румынская двойка, стартующая по пятой воде, были чемпионами Европы. Свежеиспеченными, а вот это вот как раз серебряные призеры. По восьмой дорожке здесь на чемпионате мира не то, чтобы они просвистели. По дистанции были вторыми вслед за поляками в своем полуфинале. Третьими были братья Атанасовы из Болгарии. Вот они как раз будут там по самой дальней от нас в воде. По первой пойдут болгары. Венгры выиграли свой заезд. Саба Гутер и Габар Фурдок идут по седьмой воде. За ними были Ричард Долтон и Майк Скаррола. Представители Канады стартуют по второй воде. И что следует признать, наверное, неудачей. Третьими только были немцы в своем полуфинале. Поэтому они получили девятую воду. Ларс Кобер и Штефан Утес. Знаменитая пара из Германии. Бронзовые призеры Олимпийских игр в Сиднее. Они ближе всех к нам. Ну и вот Ковалева с Костоглодом вам очень легко будет сразу различать. Потому что у них белоснежные футболки. Мощно, естественно, пошли представители местной школы. Сразу, ну не совсем, наполовину, скажем так, представители местной польской школы. Мощно стартовали. Но не менее мощно пошли и наши ребята. Все это, то, что вы видите сейчас, уже происходит не по горящим следам, а происходит на наших глазах. Ковалев Костоглод впереди. Ковалев Костоглод защищает свое звание. Звание чемпионов мира, завоеванное в Милане. Тогда было потрясающее достижение, конечно, потрясающее выступление российской команды. Они сами себя поставили, надо сказать, в очень проблематичное положение. Потому что как теперь достичь того уровня? На предыдущем чемпионате мира в Милане наши, в общем, команды завоевали 8 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых награды. Будет тяжелехонько, конечно, сейчас повторить этот успех. Но еще есть возможность, ведь еще командные лодки 200-метровые дистанции еще даже не начинались. Ковалев Костоглод чуть-чуть впереди, вы видите. Чуть-чуть выкатили вперед. Но вы знаете, что опасная тактика у немцев всегда. Опасная тактика у многих наших соперников. Они очень мощно финишируют. Поляки стараются не отставать. Несколько оттянулись назад кубинцы. Хорошо идут по дистанции румыны. Румыны в очень хорошей форме. Это совершенно очевидно не только по результату в Милане. Это видно и по грибку, который нам сейчас не показывают. Как-то так пол дистанции. Поляки впереди, наши вторые румыны. Румыны на четвертой позиции. Совсем слабо идут немцы почему-то. И здорово катят испанцы тоже. Опять-таки не успели они растерять свою блестящую форму. Не успели сорваться с пика, достигнутого в июле месяце. Но теперь посмотрим. Посмотрим, каков будет финиш. Мощно стали наезжать представители Болгарии. Где-то полкорпуса у них отставания от поляков. Но они финишируют именно что мощно. Пока еще не часто. Нет, есть, есть даже просвет. Вот вы видите, неудачно брала камера. Но сейчас пояснее становится. Ковалев, Костоглот, надо начинать финиш. Надо начинать финиш. Они сейчас еще где-то в пределах корпуса лодки от поляков. Канадцы тоже начинают выбираться постепенно. Но, к сожалению, для них это уже не борьба за медали. Наши сейчас где-то на третьей-четвертой лишь позиции. Это не может нас устраивать, естественно. Чаще нужно работать с одной стороны, с другой стороны нельзя, потому что техника развалится. Очень уверенно работают поляки. С самого старта, с самого старта и до финиша они держат лидерство. И никто не может подобраться плотнее. Они действительно прекрасно подготовлены. И не страшат их чемпионы Европы. Я лишь напомню, что Ирохас Пирейр, кубинцы, были вторыми на чемпионате мира два года назад. Немецкая двойка. И вот они, кстати говоря, пошли. Пошли. Они подтверждают, что они не слабачки отнюдь. По соседней с поляками в воде. Они начинают финишный спорт. У поляков уже остается мало сил, но их хватило. Их хватило для победы. И, может быть, еще нет, конечно. Да, 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 все. Испанцы, испанцы, по-моему, вторые перед кубинцами. Наши только пятые. Или, может быть, даже шестые. Посмотрим, что покажет нам фотофиниш. Фотофиниш, который, в принципе, нам ничего приятного не принесет. Великолепное достижение. Поляки ликуют на трибунах. Каберский и Слевинский. Польша, Украина. Интернациональная команда. Ну, главное, выиграли. Выиграли. Чемпионат мира. Первая польская золотая медаль за сегодняшний день. Мы пропустили несколько заездов. Мы надеемся в конце нашего репортажа показать по горячим следам повторе, как соревновались мужчины в большом финале на тысячиметровой байдарочной дистанции. Да, первая осечка. Действительно, явная на этот раз первая осечка чемпионата. Будем откровенны, мы на тысячи в четверке от наших девушек ничего особенного не ожидали. Как и не слишком надеялись, что что-то получится у нас в каное одиночке, поскольку Ополев не стартовал на тысячи метров. И вот наши, наши только четвертые и пятые. Да, есть кому здесь расстраиваться. И олимпийские чемпионы только. Ну, тоже за пределами призовой тройки. С другой стороны, ну что поделать, что поделать. Это еще и постолимпийские сезоны. Здесь есть проблемы. Бывают проблемы у олимпийских чемпионов, когда они выводили все четырехлетие, выводили себя на пик формы. Ну и теперь промежуточный в высшей степени сезон. Вы знаете, что многие представители водных видов спорта даже берут своеобразный академический отпуск после соревнований на Олимпиадах. Отправляется отдыхать. Поляки, между прочим, поляки выступали в другом составе на тысячиметровой дистанции на Олимпиаде. Гаевник и Барашкевич выступали тогда. Ух, как мощные. Как же хорошо подсели испанцы. Кубинцам носик вставили таким образом. Но наши особенно даже и не заваливались. И это понятно почему. Борьба шла. Немножечко не за те места, на которые мы рассчитывали. Все нужно сказать, что и чемпионат Европы тоже вселил в нас очень большие надежды. Вы видите, какие-то сотые Хутнера, Фюрдока и нашу двойку разделили на финише. Оставили позади и Папеску Прикопа. Кобер и Утес вообще не смотрятся. Тоже у них какая-то постолимпийская яма наличествует. Видео. cillись overhead. Номенд cam.